В имя Отца, Иисуина и Святого Духа. Аминь. Христос воскресе! Воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Возлюбленная Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры, пасе Господи за Ваши святые молитвы сегодня, Святая Православная Церковь, первое воскресенье после Пасхи, празднует праздник, который называется Фомина Неделя, апостоли Фоме или Антипасха. Слово анти с греческого переводится двояко, вместо или против. И понятно, что в греческом языке слова имеют глубокий смысл, как в любом языке. Это значит, что все, что вместо чего-то, это значит против. Чего-то, да? Все, что замещает в нашей жизни что-то, является против того, чего замещают. Если сегодня мы вместо литургии делали любые какие-то дела, другие, не пойдя на литургию, это значит против литургии. Вместо молитвы Бога, Богу мы там убирали, разговаривали с соседкой, спали, ели, гуляли по улице. Это все против Бога, вместо Бога. Заменить Бога, заменить молитву нельзя. И это будет анти, просто, вместо. Точно так же и антихрист, который придет, это тот, кто будет вместо Христа. Вот люди сейчас и во все времена, вот те, которые не пришли в храм, они очень-очень-очень хотят сильно, чтобы кто-то пришел вместо Христа. Потому что Христос им не нравится. Он хороший Бог. Он за нас распинается очень хорошо. Он нам помогает. И можно пойти свечку поставить дешевую и попросить что-то. Но Он же заставляет молиться. Но Он же заставляет паститься. Он же заставляет подвиг духовный нести. Он же нам говорит, Христос, что многими скорбьми надлежит спастись вам. Понимаете? Ну, кому это может понравиться? Мы все хотим избавиться от скорби. Даже верующие люди в церковь ходят. И чаще всего только за тем, чтобы избавиться от скорби. На тебе, Господи, свечку. Что надо здесь? Поисповедаться, помолиться, причаститься. Ну, не хочу я болеть. Ну, не хочу я скорби. Ни себе, ни детям, ни ближним. А тут Господь говорит, скорбями спасайтесь. А я скорби не хочу. Я их вымаливаю, чтобы их не было. Благоденствия себе выпрашиваю земное. И тем более люди в миру, которые живут за церковной оградой. Ну, не хотят они скорби. Ну, не хотят они Христа, который говорит, ну, надо скорбить, надо терпеть. Надо смиряться. Вот, ну, не хочу я скорбить. У меня человек оскорбил, а я должен ему говорить, спаси Господи, люблю тебя. Молиться. Я хочу ему прям в лицо дать с размаха и палкой. Ударить его так, чтобы у него голова раскололась, гада. Вот так хочу. Чтобы он упал, умылся кровью за то, что со мной не поздоровался утром. За то, что мне там плохие слова сказал. Хочу, чтобы у него глаза оба лопнули тут же. Вот что хочу. А Христос говорит, прощай. А Христос говорит, люби. Не хочу я такого Христа. И поэтому, братья и сестры, конечно же, люди, которые за церковную награду, ну, не хотят они Бога. Ну, не хотят они в церковь идти. Ну, в церковь идут уже, когда уже совсем что-то плохое уже не случилось. И помочь никто не может. Заболели тяжело. Или там сумачек сошел. Психические болезни. Поверьте, психически больные люди, которые по 20 лет по больницам ходят, мучаются, страдают уже секунда. И тех надо уговаривать, а то и запугивать, чтобы они к Богу пришли. Представляете? Человек 20 лет больной, психически страдает, и того, он долговаривает. Он так не хочет Богу. Но не хотят люди Христа. И поэтому распяли его. Потому что не хотят его, Бога. И поэтому они очень-очень сильно ждут и мечтают. Они в этом не признаются, не осознают. Но они внутри очень ждут того, кто придет, что? Вместо Христа. Вместо Христа. То есть они очень-очень сильно мечтают о приходе анти-Христа. Который будет анти вместо Христа. Который скажет, не надо молиться, не надо поститься. Что там попы? Да брыди-брыди, ногами дрыгай. Да ты не умрешь никогда. Все хорошо. Гуляй, веселись. Напивайся водки. Прелюбодействуй. С однополыми, так сказать, существами. Неважно, извращайся как хочешь. Все хорошо, Бог в душе. Можно в церковь не ходить. Они вот этого ждут. Это же уже религия, сформировавшаяся. Это религия, это вера. Можно в церковь не ходить, если сказал, что Бог в душе. И вот он придет, скажет, можно в церковь не ходить, если сказал, что Бог в душе. Не поститься, не молиться, если сказал, что Бог в душе. или у священника не та машина, может в церковь не ходить. Вот этого антихриста люди ждут, анти. Который будет место Христа, который как бы снимет последние остатки совести. Потому что все равно совесть есть, все равно в глубине души человек понимает, что ну как я могу в церковь не ходить, ну как я могу не молиться Богу. И вот, братья и сестры, вот и это анти, то есть вместо, это вместо Пасхи, сегодняшняя воскресная наша служба. Для тех, кто не был на прошлой службе, был на боевом дежурстве, вот в тех немногих людях, которые были на дежурстве скорой помощи, которые стояли на боевом посту на Пасху, кто-то же должен стоять в карауле. И для них Пасха сегодня, церковь о всех заботится, о каждом, о каждом человеке, о любом. Чтобы у него была Пасха. Сегодня снова поем Христос в воскресе, сегодня антипасха вместо Пасхи. И сегодня мы вспоминаем память апостола Фомы, которого по мышлению Божию, его не было тоже вместе со всеми апостолами. Сегодня мы читали Евангелие от апостола Гриста Иоанна Богослова, в котором был рассказ о том, что Господь явился ученикам своим, воскреснув измертых, дунул на них и сказал, примите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустится им, а им же удержатся им. То есть дал вот такую великую, невероятную силу и благодать, и могущество священникам православным всем, которые законно рукоположены от апостолов в Святой Православной Церкви, прощать грехи. И вот человек, который тяжело грешил всю свою жизнь, пришел в какое-то расстройство психическое, заболел, или по здоровью заболел, или еще что-то, он может исправить все. Он может получить исцеление полное и от болезни физической, или и от психического заболевания, и от чего угодно, и любой катастрофы, беды, которую попустил Бог, для того, чтобы он проснулся, вздрогнул и покаялся, и пришел к Богу, он может избавиться. Если соблюдено три условия, точнее одно условие, если собраны три вместе для этого исцеления, должны быть собраны Бог, этот самый больной, несчастный человек, который просит помощи и исцеления, и обязательно священник православный, не католик, не сектант, не раскольник какой-то, как в Украине сейчас очень много расколов, которые незаконно приняли рукоположение, не получив благодати, все прочитали, все молитвы прочитали, точнее, все заклинания, все сделали, как в служебнике написано, руки ложили на голову, на колени встали, к престолу прикладывался, все сделали, но это не священник. Одел все священческие одежды, но это не священник. Единственное, самое главное не произошло, благодать апостольскую не передали, потому что ее нету у этих лжеепископов, которые рукополвали раскольников священников. И поэтому, когда к нему приходят на крещение, к такому раскольнику, лже священнику, который в Расколе находится, ПЦУ или прочих там организаторов, говорит, да какая разница, зато церковь украинская, незалежная от попов московских и от патриарха, и от Путина, вот незалежная, приходит ребеночка крестить, он все прочитает по служебнику, как там написано, все сделает, макнет в купель, помажет чем-то там, хотя это не мира будет, мира варит патриарх московской церкви, а какую-то жидкостью помажет, которую сами сварили, все прочитает, но ребенок будет не крещен, потому что у него нет апостольской благодати, он не имеет права совершать таинства, понимаете, он их только может спародировать, вот точно так же, как в КВН, выходит на сцену, одел на себя священнические одежды, и хохочет что-то там, высмеивает священника, он священник? Нет, он актер, который его изображает, точно так же Раскольник, он все делает, он священник? Нет, он актер, который его изображает, священника. И вот, братья и сестры, апостольская благодать, три должны собраны быть во имя Мое, говорит Господь. То есть, если человек сам-то в миру бродит, за церковной градой, и Господа просит об исцелении, да, может быть такое исцеление, временное какое-то, для вразумления, но по-настоящему не переменится ни человек, ни его жизнь, потому что не хватает одного в этом дуэте. Бог и человек очень хорошо. Я молюсь, я прошу Бога прощения, рассказывают на полном серьезе, даже взрослые, очень образованные люди, на полном серьезе говорят, «Так, зачем мне батюшка, зачем мне исповедь? Я сам прошу Бога прощения». А потом говорят, «Сам прошу Бога, я прощаю». Ну, он же умный человек, он же понимает. «Сам прошу прощения, сам себя прощаю». Бог меня не прощает, потому что священник не прощает. Поэтому должен быть батюшка, обязательно, Бог выбрал этого человека из мирян, поставил его священник, сказал «Вот, на, теперь прощай, моим любимым детям, всем прощай грехи». И он прощает. И сам человек должен действительно покаяться серьезно и глубоко, который хочет прощения. Не просто прийти из-под палки, «Ну ладно, надо им, ну пусть прочитают свои тексты, какие-то потребнику». Что надо сказать? Ну скажу какие-то там. Ну давайте, чтобы все исцелел я. Вот только за этим я пришел. Больше мне от вас ничего не нужно от этой вашей церкви, от этих ваших постов, от этих ваших молитв, от этих ваших там каких-то служб, что-то там мне священник будет рассказывать, о том, что надо какие-то там храмы строить. Да мне ничего не нужно, мне исцелите меня. И я пошел с миром. Меня просто в миру никто не может исцелить. Если в миру бы кто-то меня бы исцелил, да никогда бы я не пришел в вашу эту церковь. Никогда бы не пришел. Нужны вы мне 300 лет. Я так хорошо себе жил. Ел, пил, спал, дергал ногами, материл кого хотел, осуждал кого. Бог был не указ. Я никого не боялся. Я на всех... Сами знаете, что делал. Понимаете? И тут я заболел тяжело. И тут врачи сказали, ну ничего сделать не можем. Деньги есть? Есть? Давай, давай деньги. Будем тебе что-то прописывать, выписывать. Денег нету, извини. Все. Иди. Что хочешь и делай. А денег у меня нету. Понимаете? И поэтому я пришел в эту вашу церковь. Ну давайте там читайте, что там у вас, чтобы я там выздоровел побыстрее. Да и все. И я пойду уже отсюда и забуду дорогу сюда. Понимаете? Ну что не так? Ну так. Люди приходят к Богу. Господь говорит, родненький, любимый мой, красивый, самый лучший, самый дорогой. Я за тебя распинаюсь. Говорит, поэтому ты сейчас пока не выздоровеешь. Не сегодня, не завтра. Пока ты... Ну давайте в вашу молитве-то, Бог, Поп, давайте. Что еще? Сколько вам свечек надо поставить? Сколько кафестов прочитать? Ну прочитай, поставлю, ладно, напрягусь. Все равно уж денег нету. Нет, пока ты еще не пришел в себя, не вразумился, ты не выздоровеешь. Ты должен немножко поумнеть. Ты должен в себя прийти. Ты должен понять, что вот это вот, ну давайте там это. В церкви оно вообще не годится. Если у тебя внешне там может быть покаяние, такое очень глубокое, а внутри вот это уже, ну давайте, ну поскорее, я хочу выздороветь, что вы меня томите, давайте уже. Пока ты не понял, почему ты заболел, почему у тебя скорби, для чего скорби, и что надо сделать, не вот это вот давайте, прочитайте, пять свечек поставлю, восемь окажется прочитаю. А действительно, нужно перемениться, возлюбить Бога и спасение души, увидеть радость в молитве, в духовной жизни. Ты будешь пока болеть. А вот когда ты увидишь эту радость, когда ты уже точно поймешь, что ты из церкви никогда не уйдешь, и что ты просто профукал, потерял, слил, все то, что в церкви не ходил, что в церкви счастье, что в церкви радость, молитвы, покаяния, служение Богу, вот тогда ты и выздоровеешь. Если ты успеешь это понять, то ты будешь жить. Если ты не успеешь понять, если вот так вот, я буду видеть, и что ты все равно одной ногой там, в этом грешном миру, и что ты болел, что не болел, ничего в твоей голове не поменялось, ты опять хочешь выздороветь, вернуться к своим удовольствиям, значит, ты не выздоровеешь, ты умрешь. Хоть и будешь в церковь ходить, и молиться, и ставить свечки. И вот в этом, братья и сестры, очень глубокая разница между апостолом Фомой и нами с вами, которые в церкви сегодня люди находятся. Вот апостол Фома, которого не было, когда воскрес Господь, он пришел, а ему апостолы радостно, ликуя, говорят, мы видели Господа воскресшего. Апостол Фома отвечает, такие, прям, чуть ли не на граника чувства, дерзновение слова, говорит, а вот я пока не положу палец свой в его ребра и раны, руки от гвоздей пробитых, руки, вот вложу палец, потрогаю, поковыряюсь там, осяжу, что это действительно он, Господь, вот в дырках его, в этих ранах, поковыряюсь, вот тогда уверую. Но это не потому, что у него вера вот такая, как у нас с вами, христиан православных, воцерковленных, которые до сих пор все-таки от Бога хотят не спасение души, а здоровье в первую очередь. Не спасение души, а избавление от скорби, исцеление от болезни. А спасение души, да это что-то там. Вот я как пришел, чтобы выздороветь, вот так в церкви всю жизнь прожил, чтобы выздороветь, чтобы скорби не было. А спасение души, да мне оно зачем? Да я так спасусь, да оно что-то там, там. Вот, и вера не такая, как у нас Мы можем быть внешне набожные Очень такие крестящиеся, молящиеся Такие со смиренным видом А внутри полное маловерие, полное неверие Мы прикладываемся к иконам Что-то Господа просим А внутри, ну вообще не верим, что Господь поможет Ну вообще не верим Или к мощам прикладываемся Ну такое маловерие в душе Понимаете, а внешне очень ревностно И все благочестиво происходит А в сердце, ну полное неверие Вот это не то у апостола Фомы Как у нас, вот такое маловерие Под видом благочестия Когда мы молимся Священник говорит, батюшка, как помолиться, чтобы исцелить? Батюшка говорит, ну вот так и вот так Ты такой, ну Ну прочитайте молитву Но вряд ли поможет Вот такое у нас состояние души Вот такое отношение к вере Послушание к молитве У апостола Фомы не такое Он не поэтому говорит, что он маловерный Как мы в миру, опять же в миру Вот эти люди, дорогие от церкви Начали его назвать Фома неверующий Фома неверующий И когда человек чему-то не верит Даже не Бога, а тебе Ты ему что-то расскажешь А что говорит, я не верю тебе? У, Фома неверующий Мне не веришь Мне, мне не веришь Ты знаешь, я же истина Я же там свет для мира Ты мне не веришь Как можно мне не верить? Ты Фома неверующий Опять же в миру переисказили все Но дай Бог, чтобы каждый из нас Был такой же неверующий Как апостол Фома Вы знаете, что Фома неверующий Это сделал? После того, как воскрес Господь Он в Индию пошел Фома неверующий И в этой Индии Фома неверующий Апостол Фома Ему какой-то там индийский царь Раджа Сказал, что вот я хочу Я видел во сне великолепный дворец Какой-то там Ну невероятной красоты Вот я хочу, чтобы у меня был такой дворец Построй его мне А он Фома представился архитектором Строителем Говорит, я тебя построю Даже лучше И давал ему деньги Много лет на этот дворец А Фома раздавал бедным и нищим Эти деньги Нуждающимся И когда этот Раджа Этот царь сказал А где мой дворец? Призвал Фому Фома говорит На небе твой дворец Я столько ты Столько приобрел богатства В Царстве Небесном И этот апостол Он все бросив Шел в этой индийской Страшной черной земле Она черная эта земля Там вот до сих пор Вот эти вот Есть йога Которая поразила мозги Нашему русскому народу Многим женщинам В основном Это медитация Страшнейшая Бесовщина Там эти боги Которые лже-боги Посмотришь Шива, Кришна, Вишну Вот такие оскаленные Кровь течет с клыков Шестирукие Один с головой слона Ганеши И так далее Это же страшнейшее язычество До сих пор Ничего не смогло Произойти с ними Они до сих пор Мир весь смущают У нас до сих пор Ноги закидывают И руки Говорят А йога Это для здоровья Не для здоровья Ты поклоняешься Этой йогой Вот этой оскаленной Лже-богине Ты с ума потом сойдешь Потом В психиатрию попадают Йоги И те, кто Медитацией занимался В основном И попадают Не на день На два На 20-30 лет А то и на всю жизнь Йогой позанималась Слеганца Для здоровья И вот в этой страшной земле Апостол Фома Проповедовал Неверующий Как его называют В миру Фома неверующий Мы можем себя сравнить С этим Фомом неверующим Своей верой Мы в какую землю пошли Проповедовать Христа Мы боимся Перекреститься Перед людьми Исповедовать веру свою Перед храмом Стыдливо Мы выбегая из храма Срывая платочки Тут же Еще не успев выбегая из храма Какой же Фома неверующий Он умер за Христа Мученически А мы платочки срываем Чтобы не дай Бог Кто-то спросил А что ты в платочке Умер кто-нибудь А мне будет стыдно Стыдно сказать Что я в церкви была До сих пор такое бывает И многое другое Поэтому Вот у нас Вот мы Неверующие Это мы А Фома верующий И поэтому Он дерзновенно Говорит Я хочу вложить Я хочу увидеть Христа Как и вы Хочу вложить Перст В его раны Вот поэтому Я не уверую Пока сам Господь Мне не явится И я вложу В перста Его Вот требует Дерзновенно Явление Господа Чтобы увидеть И ему Сподобиться Господа Воскреша Он верует Но хочет его увидеть Хочет его вложить Перст И вот Братья и сестры Через 8 дней После этих событий Явился Господь И Фома Был с ними И Господь сказал Ему Принеси сюда Перст Сема По-славянски Давай свой палец И вложи Палец В мои рембра И не будь неверен Но верен И далее Господь говорит Блажены Не видевшие Но уверовавшие И конечно же Братья и сестры Мы с вами тоже Очень легко Бездумно И горделиво Можем отнести себя Это я Не видевший Воскресения Господа Но я уверовал Я Бога не видел Живого Воскресшего Но я уверовал А уверовал ли я Братья и сестры Или еще пока нет А является моя молитва Той самой молитвой Веры Пламенеющей Горящей молитвой Как у апостола Фомы Что я готов Исполнять послушание Господа Какое мне даст В проповеди И Христа И в служении Богу Даже до смерти Как апостол Фома Вот такая моя вера Уверовал ли я еще Настолько Уверовал ли я Настолько Что когда мне Что-то надо Вымолить Я становлюсь И вымаливаю Перед иконой Святого Или Богородицы Или Христа И перед мощами И вымаливаю У меня ни тени сомнений Сейчас буду молиться И Господь управит Все услышит Мои молитвы Уверовал ли я Настолько Уверовал ли я Настолько Что я знаю Что Господь очистит Меня от грехов моих И спасет меня Не я спасусь А Господь меня спасает Никакого уныния Никакого отчаяния Уверовал ли я Сегодня Настолько Уверовал ли я Сегодня Настолько Сколько у нас Верующих Человеков И женщин И мужчин Боятся Лютым страхом А что же Дальше будет Прилетят ли Ракеты Будет ли Война Заболею ли я Или выздоровею Будет ли Деньги Будет ли голод Те которые боятся Лютым страхом То этого То другого То десятого Те которые боятся Лютым страхом Житейских страхов Суетных Уверовали ли мы Эти боязливые У тех Которых Страхи Доводят многих До Умопомрачения И повреждения Духовных Что такое То что Врачи называют Бессильно Шизофрения Опуская руки Маниакально Депрессивный Психоз Паранойя Или еще Какими-то Болезнями Назвая диагноз Да это просто Сутный страх Человек боится Что он сходит с ума И начинает сходить с ума От страха Уверовали ли мы еще И до этого Человек ходил 15 лет в храм Правда Не в православный Уверовали ли мы Или нет Наверное Еще пока нет Пока еще Мы только Стоим На пороге Веры На пороге Счастья На пороге Возможностей И всемогущество Божие Которое Бог дает Каждому из нас Только стоим На пороге Только боясь И трясясь Немножко Покрупиться От этой веры Берем Потому что Боимся Ах я уверую Да надо будет Раздать имущество Да надо будет Из церкви не выходить А я этого Не хочу А надо будет Паститься Надо будет В пещере Жить А я этого Не хочу Вот так Верующий Должен Настоящий Жить Босиком Ходить Я же этого Требую От священников Чтобы он Босиком Ходил Оборванный В пещере Жил В будке Какой-то Собачьей Вот я Должен Буду Так же Не хочу Веры Страхи Нас пугают Но да Отгоним Суетные Страхи И будем Просить У Бога Веры Для себя Как самое Великое Сокровище Самую Великую Способность Которую Нам Дает Бог Молитвами Апостола Фомы Чтобы мы Веровали И чтобы Вера наша Благодарзновенная Чтобы мы Молились Господи Яви Мне чудо Я Уверу Еще больше Помоги Мне Чтобы Вот исцелел Тот Или тот Мой ближний Чтобы Иисто Или Помощь Божия Которе Иное Чудо В моей Господь Не замедляет Чудесами Апостол Сказал Фома Надо Уложить Перст В раны Господь Сказал Хорошо Через 8 дней Явился И сказал На Вкладывай Раз хочешь Раз нужно Тебе Для веры Вкладывай И будь Не будь Неверен Будь верен То есть И так же Нам Господь Говорит И вам И мы Требуем Помощи Божией И явления Чудес И исцеления Господи Хорошо Все сделаю На тебе Это На тебе То На тебе Другое Во всем Тебе Помощь Моя И не будь Неверен Будь верен Поэтому Братья И сестры Дерзновенно Дотребуем Господа Веры Помоги Нам Господи Даруй Нам Веру Чтобы Мы Веровали И по Вере Нашей Чтобы В нашей жизни Совершались Чудеса И исцеления И радость Духовная И все Прочее И чтобы И нам Господь Говорил На тебе И это И то И другое Все Посмотри Убедись Потрогай Вложи Перст Ося Зай Мою Силу И чудо И любовь И не будь Неверен Но будь Верен С апостолом Фомой И со всеми Святыми Отека Богу Угодившими Аминь